приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке друзья сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание этим выходным 27 и 28 ноября и поговорим о том можно ли в эти выходные прибираться в доме можно ли квасить капусту можно ли веселиться можно или 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 нет потому что эти в эти выходные пройдут два важные церковные события во первых в субботу наступит у нас с вами филиппов день а воскресенье начнется рождественский пост и многие нам задают вопросы можно ли делать одно или другое поэтому в этом видео мы более подробно с вами поговорим а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии и узнаете как правило люди выходные себе что-то планируют дело в том что для нас выходные это два дня когда мы не просто отдыхаем мы в это время с вами стараемся сделать всю работу с которой связано у нас с домом в летние осенние весенний период с огородом с дачей потому что мы понимаем и мы знаем что основное время своей жизни мы к сожалению уделяем работе и конечно же именно эти выходные 27 28 ноября для многих стали большим вопросом найти такая такой вот развилкой две дороги можно ли это делать или нельзя дело в том что в эти выходные 27 и 28 ноября пройдут важные церковные события в эту субботу 27 ноября наступит филиппов день еще его называют рождественское заговенье и воскресенье уже начнется сам рождественский пост потому что это самый строгий самый один из самых длинных постов перед рождеством крестовым и конечно же как мы уже говорили возникает вот в эту субботу уже 27 ноября наступит определенные запреты которые наши предки выполняли во первых в 27 ноября ни в коем случае нельзя заниматься тяжелым физическим трудом нельзя ходить в лес ни в коем случае в 27 ноября не не ругайтесь ни с кем не спорте с окружающими не старайтесь идти с кем либо на конфликт потому что ничем хорошим это не закончится в первую очередь для вас вы не сможете поставить все точки над и а кроме того еще не станете врагами номер один поэтому этого не нужно делать даже если внутри вас бушует целый ураган также 27 ноября ни в коем случае не погружайтесь в грустные нехорошие негативные мысли дело в том что когда вы погружай погружаетесь вот вот это все весь этот негатив эти все свои какие-то проблемы вы погружаетесь как в трясину которая вас постоянно затягивает вниз поэтому 27 ноября лучше провести время отдыхая где-то в хорошей компании есть время возможность пойти к своим родственникам к родителям к детям или наоборот для того чтобы вместе провести это время посмеяться возможно достать свои какие-то старые фотографии совместные посмеяться выпить чашечку чая кофе с пирогами как раз самое то время а вот в само уже воскресенье у нас с вами начнется рождественский пост и в него каждый верующий уже должен начать питаться согласно календарю питания мы не говорим о том что каждый прямо сейчас с 28 ноября должен сесть на пост и питаться согласно церковному календарю нет если вы можете если вам ваше здоровье позволяет да пожалуйста если у вас какие-то проблемы со здоровьем вы беременны и ребенок ни в коем случае нет не делайте это вы должны чувствовать сами свое тело если вы не чувствуете тело то не нужно идти на такие же жертвы конечно постарайтесь ограничить свои потребности и отказаться от каких-либо соблазнов потому что этот период идет для подготовки к наступлению рождества иисуса христа ну а теперь давайте мы глянем наш лунный календарь и посмотрим что же нам дает лунный календарь в этом плане и вы знаете в эти выходные 27 и 28 ноября это не будут прекрасным решением по лунному календарю когда обу можно заниматься всевозможной точечной кропотливой работой и такая день деятельность станет проще и будет требовать от вас меньше энергетических каких-либо расходов также хорошо вы начнут идти финансовые дела учеба и все все то есть если вы решили заниматься саморазвитием вы решили заниматься обучением также в субботу 27 ноября мы советуем заняться завершением уже начатых дел а также составлением планов на будущее время а вот воскресенье стоит развлечься и провести отдых за общением и вещами которые вам действительно принесут удовольствие как вы видите друзья то есть вы можете в эти выходные заниматься всем тем что вы считаете важным и нужным кроме того эти выходные станут прекрасной возможностью для того чтобы провести крупную уборку дома делать именно генеральную уборку при этом за генеральную уборку не только именно в шкафах но и папа мойте окна помойте люстры лампа то все то что вы в обычное время у вас не хватает ни времени ни сил ни энергии дала на убывающую но благодаря убывающей луне мы можем убрать вот тот состоявшийся негатив разворошить наши не те бывшие проблемы которые на сегодняшний день но никак не могут решиться и при этом это происходит по разным причинам поэтому пожалуйста в эти выходные вы можете это сделать друзья как вы видите лунный календарь и церковный календарь они как правилам не совпадают они могут даже противоречить друг другу поэтому вам самим стоит выбрать то к чему вы хотите прислушиваться в первую очередь если же противоречий не будет оба источника предполагают сделать одно и то же все пойдет как по маслу вот такие дела особо будут счастливы поэтому смотрите на то хотите ли вы это делать или нет если вы переживаете если вы понимаете что в эти выходные для вас было время чтобы куда-то съездить отдохнуть вязать нам порядке это сделать если вы придумал продумывали о том чтобы в эти выходные заняться на чем-то более важным в другим делайте никуда не спешить потому что в любом случае сейчас у нас с вами убывающая луна помните мы сейчас с вами находимся в коридоре затмений до 4 декабря а любые какие-то глобальные дела не могут или идти или не идти но это будет так вяло неинтересно некомфортно или неудобно поэтому чтобы не было вот таких вот ситуации лучше займитесь уборкой в доме лучше начните квасить капусту возьмите лучше займитесь всем тем что вы давно не делали потому что это имя время это именно то время когда вам нужно заняться именно этими практиками да тут еще скажет какие практики знаете уборка в нашем доме то та же самая практика потому что мы с вами протираем как минимум всю пыль и мы таким образом очищаем наш дом от негатива от каких-либо проблем мы в этот момент думаем о каким-то мыслях да нам возможно кому-то что-то приходит какие-то идеи в голову обязательно кстати запишите но помните что все все чем вы не занимались в эти выходные 27 28 ноября обязательно делайте это с радостью обязательно делайте это с любовью с улыбкой потому что если вы во-первых смотрите когда вы убираете у вас уже есть негатив дака состоявшаяся энергия а когда вы в плохом настроении и делайте сами себе одолжение вы тем самым не решайте свои вопросы на энергетическом уровне а вы еще хуже удваить и удваивать эту энергию то есть вроде бы вы поубирались но таким образом эта энергия негатива какого-то недовольство и и так далее она наоборот еще больше начинает впитывать и вам от этого еще становится более дискомфортно нехорошо возможно даже на люди начинают болеть от того что они даже делают бывает что такое возможно вы замечали что вы уделили внимание своему дому или квартире сделали генеральную уборку все помыли стюле постирали и так далее а вечером вы никакие должны понимать что таким образом вам от этого тяжелее стало не легче обращаем на это внимание также друзья у нас с вами вот такие вот будут выходные 27 28 ноября уделите особое внимание обязательно с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените пусть они также знают об этой важной ценной и нужной информации с вами как всегда был канал эзотерика для тебя а сейчас вы на экране видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас переходите нажимайте там много полезной важной и интересной для вас информации